Молодежный кадровый резерв. Уже пять лет партийцы молодежного крылажа «Сатан» реализуют этот специальный проект, победа в котором даст хорошие возможности для саморазвития и продвижения по карьерной лестнице для активных и предприимчивых североказахстанцев. Продолжение темы в нашем материале. Сегодня североказахстанцам, участвующим в проекте «Молодежный кадровый резерв», предстоит ответить на непростые вопросы членов комиссии. Елена Давыденко считает, что эта программа – хорошая возможность получить новые знания, познакомиться с интересными людьми. На вопрос отвечала уверенно. Конечно же было волнительно, любое собеседование, любое участие в конкурсе. В принципе были достаточно логические такие вопросы, то есть цели моей участия в данном проекте, с чего я жду, что бы я изменила бы именно в области молодежной политики. Собеседование – это второй этап проекта. Ранее желающие принять участие в программе разместили свою анкету на сайте партии. Во второй тур прошли 37 участников из 66. Марат Нубаев с волнением ждет, когда его пригласят на собеседование. Честно говоря, я даже не знаю, что будет, какие вопросы будут, но как бы маленько подготовился. У меня опыт работы есть, как бы в различных сферах тоже, и я думаю, я достойно отвечу, достойно пройду. Молодежь Казахстана должны работать, работать для блага своей страны, своей родины. И как бы не сидеть на одном месте, а всегда двигаться вперед. За время действия проекта 60% всех резервистов получили возможность подняться по служебной лестнице, говорят партийцы. Член комиссии Махабата Симбаева тоже была участником этой программы. Молодежный кадровый резерв в первую очередь это кузница кадров. То есть она рассчитана на топ-менеджеров, она реализует такие качества, как лидерские, обязательность, ответственность, достижение цели. Вот и сегодня я очень рада, что очень много ребят пришло. И мы думаем, что эти ребята будут действительно достойными представителями нашей Североказахстанской области. И мы в скором времени увидим ответ от этого молодежного проекта именно в нашей Североказахстанской области. Заявок на участие в конкурсе с каждым годом становится все больше, отмечают партийцы. Это говорит о заинтересованности поколения Next в развитии общественно важных проектов для развития региона и страны в целом. А также свидетельствует об их стремлении стать успешными. По итогам собеседования будут отобраны еще около 10-15 человек. Они пройдут на третий этап, где им необходимо будет защитить личный проект, который может быть на любую тематику, и будет необходимо пройти обучение в городе Астана. Они пройдут современные образовательные модули в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан и в школе партийного менеджмента. По итогам третьего проекта все резервисты пройдут стажировку либо в государственных структурах, либо в национальных компаниях. Проект «Молодежный кадровый резерв» реализуется с 2009 года. Всего за это время было принято порядка 7 тысяч заявок. Шанс повысить квалификацию получили порядка 340 человек. Ксения Куценко, Желызбек, Ермуканов. Новости МТРК.